Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешен! Номер 1159. События дня. Псалом 118, 51 стих. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. За 18 февраля 2019 года. И объявление. Сестра 42 года умерла. Четверо ребятишек, муж глухомимой остался. Вот как ее хоронят, и все показано. У людей желание было помочь как-то, и просят адрес. Вот все здесь. Всегда тормозните, когда просто текст идет курсором, ткните, и остановится, и можно прочитать. Светлана. Вы не волнуйтесь. В вашем возрасте надо беречь здоровье. Мы православные сразу раскусили, что это синистский сектант. Ему подобное, которое отвечает ему в комментариях. Я ему написала, в скобках, Артем Столетний, это мой сын. Я не могу зарегистрироваться, не совсем разбираюсь в компьютере. Так вот, я написала, что прекратили лить грязь. А потом прозрела, что здесь мне делать нечего. Православные так агрессивно себя не ведут. Благодарю за ответ. Храни вас Господь. Берегите себя. Леон Христов. Кто это? Леон. Игнатий Тихонович, они следят за каждым вашим шагом. У них агентурная сеть докладчиков. Двоеточие. Понедельник, 18 февраля. Леон пишет. Вот, синистский какой-то сатанинский клеветник. Сильно он обиду затаил на вас. В новом видео он начал максимально очернять и обвинять вас в порнографии, в похоти. Еще тут показывают. Масонские прихвости. Никак не успокоятся. Это он все написал. Леон Христов. Вот еще видео о нем. Ну, о нем где-то. Ну, это его дело. Он что умеет делать? Вот это он и делает. Без боли Божьей, разве он бы стал это делать-то? Господь допустил. А почему? Выровнять. Где-то похвалили, значит, нужно где-то, чтобы похулили. Так вот и идет где-то. Он что, неверующий человек, совершенно сожженный в совести. Преступник, как пишут о нем. Какие дела делал. Как вот этот Александр Калинин выступал. Оказалось, убили человека. И здесь тоже уголовные. И вокруг него такая же мошкара, как говорят, шушера. Там ничего нету. А они вокруг. Тут Романа у нас был, уехал на Украину. И теперь эти же самые люди, они там. Ну, люди наследуют от своих хозяев характер. Бесы. От бесов что-то. И они, по-другому никак. Они гонялись за Господом. Гонялись за Павлом, за апостолами. Они препятствуют говорить. И они, он выискивает. В моих роликах выискивают против меня. Ну, смешно. Да я бы зачем их поставил-то, если они не для меня были бы. У него нигде нет. Он один. А я один нигде не бываю. Это уже разница. Нет, что? Он не знает еще, как говорить, на что напоролся. Я о нем теперь, об этом синистке, молюсь каждый день и несколько раз. В ночных и дневных молитвах. Все. Теперь ему никуда не уйти. Он должен только быть верующим. Я молюсь о прощении его грехов. Чтобы его безумие Бог не помянул. Ему никуда не уйти. Обстоятельства у него будут складываться так, что выхода никакого ему не будет. Как только покаяться и веровать по Евангелию. А он с какими-то пятидесятниками против православия, против златоуста. Ну, что спрашивать? Человек совершенно, абсолютно бессовестный. А Господь может ли сделать из него? Не знаю. Я молюсь. Возлюби врага твоего. Наталья Чернова. Я, когда слушаю Ткачева, всегда помню ваши слова. Что вам кажется, что он в какой-то момент может наброситься. И вот так и получилось. Как хорошо вы видите людей. Четыре восхитительные знака. Какой талант вам дан. Слава Христу. Да? Вот я только... Он меня не трогал. Я послушал, как он говорит. Жесты его посмотрел и думаю, опасный. Обязательно. Для него броситься на меня... Это... Ой-ой. Ну, а за что он бросится? Не знаю. Но я его уже задевал. Задевал в простом маленьком каком-то деле. Вот он говорит, соловьем заливается в храме. А в храме торговля идет. А как крестят, он никогда не говорит. С Украины, чтобы крестил правильно, мне трудно в это поверить. Очень трудно. Как ладошкой по голове. То есть развращение. Винсы над головами держат. Там он же все видит и нигде не скажет ни слова. Вот так. И сегодня еще одно видео вышло с Щербанюка. Плоды проповеди отца Андрея Ткачева на Украине. Вот это вот. Я прослушал сегодня уже. Вот. Щербанюк. Как о нем пишут? Говорит, темная личность. Не знаю. С какой целью они... Тут явно видно, что начинают подыскиваться. Так вы никак не против отца Андрея. Я молюсь за него каждый день. Раз я молюсь, вспоминай его имя. Я никак не против. Но вижу здесь. Он назвал их. Кто они? Идиоты. И вот за это слово усыпились. Ну, где-то не так там сказал. Ну, столько. Почему никто не призвал их? Ни Андрей, ни вот этот Щербанюк, чтобы идите и благовествуйте людям. Майдан этот весь бы был другой. А вот только... И все, говорят, слова Христа вообще нету у Щербанюка. Вот говорит час, полтора. Да, и так же самое с Андрея. Ну, нет рождения свыше-то. Нету. Это... Да, знает, говорит. А что говорит-то? Надо бы их там убивать там или что-то. Надо молиться. Надо идти на благовестие. Идите проповедуйте Евангелие. Обстановка была бы другая. Ну, откуда вы знаете другая? Очень просто. В Барнауле я живу. И тут готовились громить коммунистов. Большая толпа была. Майдан свой на площади. Перед дворством спорта. А я мимо проходил. А они только-только готовились митинг открыть. И вдруг увидели они меня, что я иду. Меня подкачили. Может, что-то уже не так помню, но... Два миллисонера. Давай, скажи, куда? Через толпу. Куда вас зовут туда? Ну, зовут. У меня с собой Новый Завет был. И вот эта фотография... Я стою с Новым Заветом перед микрофоном. Я небольшое, так сказал, выступление было. И главный накал пропал. Потом коммунисты все благодарили. Вот это надо было сделать. Послали человек 100-200 верующих на разных концах. Призывали к покаянию, к молитве. Не такой Янукович. А сколько после этого пролито кровью было? И Донбасс, и прочее. Да все одно и то же. Все было делить-то. Крым отошел. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович. А делили только я заметил. Вот, заметь-ка. Что как только кто-то из священнослужителей публично о вас хорошо отзовется, так сразу его задвигают. В кавычках. От отец Геннадий Фаст. От отец Андрей Кураев. От отец Максим Каскун. От отец Владимир Головин. Совпадение. К слову, глядя на события, настоящий гней вокруг отца Андрея Ткачева, вчера на своем дворе, статьей разродился, даже главный стихтовод Руси. Задавис вопросом. Может, Ткачев тоже вас где-то ненароком похвалил? Да мы не заметили. Вот это не знаю. Я отвечаю. Да, я это знаю очень давно. Вот сейчас некий безбожник Синицкий Александр уже три ролика против меня из моих же материалов склеил. Вот это как раз по мне. Улыбку не могу скрыть целыми днями. Сколько старателей плетут венки на блаженство гонимых? Матфея 5, 11. Блаженны вы. Это Господь сказал. Может, было без этого блаженство, кажется, там. Ну и вот верующие вы, кроткие духом, смиренные. Нет, еще и гнать будут. Когда вас будут гнать и всячески неправедно злословить за меня, за то, что я верующий, это за Христа. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем землящую соленую? Она уже ни к чему не угодно как раз выбросить ее вон на попрание людям. Далее. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Я отвечаю. Вот у нас сейчас на Алтае митрополит Сергий Иванников. Он отозвался на народную линию обо мне. Его сразу же демоны постарались окружить, как он говорил мне, стучат рогами, чтобы против меня натравить. А он написал так вот. Бланк, русско-православная церковь, Московский патриархат, Алтайская митрополия, ее тут данные, Ядринцева, 66, сейчас в другом месте они. С 17 мая 2016 года. Главному редактору русской народной линии Степанову. Вот. Просчитайте. Уважаемый Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник, исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не обнаружено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением, Сергий, митрополит Барнаульский-Алтайский, глава Алтайской митрополии. Я пишу. А вот до него тут был епископ Максим Дмитриев. Отношения были далеко не подобные нынешним. Но вот с ним о нас переговорил патриарх, как мне передавал другой епископ. И он тут же со свитой приехал по Теряевку и повторял потом, тут многому можно поучиться. Но его вскоре срочно убрали в Липец по сравнению с богатой епархией на Алтае. Это ссылка в Березино Меньшикова. И в народе стали говорить, что это его за то, что он изменил прошлое враждебное отношение к вам на такие дружественные. Вот это тоже будет в строку. Какая-то Ольга пишет Дмитрию Лемеш. Учитесь возвещать истину, а поношение и непонимание принимать с радостью, как пострадавший Христа ради. У меня поначалу было такое же состояние, как у вас, а потом слезная молитва по сопротивляющимся истине и радость, что Господь позволяет возвещать. Помоги нам всем, Господь наш Иисус Христос, быть верными твоими щадами. Янис. Господи, помоги брату Романа. Ему жить негде, он просит. И Олега Стеняева. Необоснованное обвинение отца Владимира Головина здесь. Репортаж «Россия-24». Возможно, что уже многие видели. Дело в «Потеряевке» называется. Специальный репортаж Анны Афанасьевой. Дмитрий Лемеш. Журналистам следует отдать должное, что нигде не наклеветали. Думал, набросятся. А в итоге злословие все только от священников. Даже в репортаже. Уже просто смешно, так как жалко смотрится. И вот я там учу детей лжи. Как? А они убегали. Ложь и убегали. Как связать-то это? И стоит такая физиономия искаженная, лукавые глазки бегают с Кемеровской епархии. Ехали на Алтае, у меня были. И здесь никого не нашли. Ни один не отозвался плохо. Поехали в соседнюю епархию. И там что-то надо, чтобы сказали против. Иначе я ролик не пропустят. Вот как Голливуд. Если блудной сцены нету, это мне уже знатоки говорили. А я там был в Голливуде. Нет блудной сцены. Откровенные. Значит, фильм не пропустят. Вот и все. Ну, показать, что у нас тут есть. Это вот у меня здесь мой мир. Ну, в моем мире тут определенная картинка должна быть. У меня тут, потому что два, а одна это вот так вот я в шапке просто стою. Вот это сюда писать надо. Очень удобно. Я ни в ВКонтакте, ни в Одноклассниках нигде не бываю. Не пишите туда. Не пишите даже. Потому что я не бываю, поэтому все там застревает. Вот Константин Михайлов. Вот что он такое пишет? Хороший или плохой? Сейчас открою. Только если не хорошее, ну, что здесь-то-то. Вот пишет. Мне нужно общение. Очень сильно нуждаюсь в помощи, для сохранения своей души. Помогите, ради Бога, пожалуйста. Что ему помочь? Общение какое? Я ему все данные дал, но он не выходит. Какое-то здесь недопонимание или что. Не знаю даже. Скинул все данные. Зайди в скайп, будем беседовать. Нету нигде. Сегодня один прислал. Говорит, я не знал, что вы такой злой. Это я злой. А почему я злой? Ну, я вот ищу общение, а вы меня не приняли. Ну, которые со стороны там вот эти, которые на меня нападают-то. Ну, они скажут, ну, не мы одни так думаем, да. Ну, давай я посмотрю, может, я найду. Вчера он заходил. Вот. Кто-то, кто-то. Здравствуйте, здравствуйте. А это, что-то, когда ехали, а раз не обрадутся, остается, и денег не хватает. Если вдруг совершат. То есть, это у меня там не выключен в один ролик, то не надо слышать голоса. Вот этот человек как раз зашел вчера. Вот он здесь. Вот посмотрите, как он, с чего делает выводы. Совершенно незнакомый человек присылает 100 тысяч. А мы ничего нам вставку пригодим. С тысячи километров ездим. Мы подливаем еще по-другому. Уже приняли все. Вот что значит духовное ростло. Я подготавливаюсь. Ну, давайте, говорите, кто вы такие, откуда и что. Что мне не хотелось, чтобы что-то ломали. Вот видите, вот он еще не отвечает. Мне тут надо городушку пристроить, чтобы выйти. Вышел, наконец сложил все. Посмотрите, вот как он ведет себя. Меня слышно? Так. Говорите, кто вы, откуда и зачем пришли. А то у него собака какая-то лает там. Кто вы, откуда, как разговаривать, когда я не знаю. Я ему скинул материал о том, как ко мне ходить, какое время может быть. Напишите о себе. Ни слова не говорит. Раз, стучится в дверь. Вот не отвечает он. Ага. И дальше я подумал, что то ли что-то неладно с ним. Ага. Здесь в Челябинской области. Непонятно ничего. Четко, я вам скажу, откуда надо было сначала написать. Я бы сказал, свободен или нет. Ну раз уж зашли, давайте, говорите. Кто написал? Я написал. Ничего. не тянет у вас. Я из Челябинской области. Слышно? Совсем еще непонятно. Сейчас. Слышно? Ну сейчас слышим. А сейчас? Вот так. И все. Очень плохо. Прерывается. Слак. Клаканье какое-то. Да. У вас видно телефон. Сейчас получше. Получше. Вы с телефона говорите? Ну это слабо. Да, с телефона. Так. Слаб, конечно. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Чтобы никогда не говорили там, уберите, не понравилось, это бесполезное дело. Нельзя так. Главное, запишешь, и начинают потом дергаться. Скажите, кто вы, откуда, и что хотели? Что хотел я из Шлебенской области? Понятно, совершенно непонятно. Что хотел, зачем зашел. У меня времени нету, я занят другим. Должен теперь сгородить, это закрыть, установить, записать. Откуда? Какая область? Какой город? Страна? Он не отвечает ни на один вопрос. Понятно, такого нету. Как понять, кто я? Человек я. Понятно, что я начинаю. Человек я. Это я разве об этом спрашиваю? То есть опять тянет время, а я сижу, думаю, гляжу на него. Они ко мне заходят, иногда такие обкуренные бывают, или гомики заскочили. Это меня Сергей их разоблачал. Мое имя вы хотите узнать? Сергей, мое имя. Да вы, я же вам послал. Вы должны были о себе, и чтобы я не спрашивал. Вы написали, я-то какой-то, фамилия, имя, вы меня же нашли. Ага, давайте я подготовлю в следующий раз позвоню вам. Какой город? Давайте я подготовлю, в следующий раз вам позвоню, уже подготовлено. Да нет, не надо больше. Давайте сейчас, и все, у меня времени нету больше. Говорите. Время очень много. Вся жизнь. Нет, он начинает городить, время много. У меня времени нет, а время много. Я сижу перед ним, а теперь ни фамилии, ничего не говорю. Еще сколько проживете? Еще сто лет. Так, у вас что-то есть определенное или ничего нету? Хочу с вами пообщаться. Ну, пообщайтесь, скажите, откуда вы? Как фамилия ваша? А фамилия зачем? Ну ладно, до свидания, больше не переводите. Все, разговоры кончат. Зачем зашел? Я человек, фамилии нету. А зачем зашел? Неподготовлено, вопросов нет. А зачем зашел? Я его закрыл, и все. Он тогда через контакт, администрация мне скинула, я, кажется, забанил. Зачем? Найди таких, которые любят с тобой о чем-то болтать. У меня времени на это нету. Ну ладно. Вот я показал, значит, первый, теперь второй. Второе у меня, это форум, православный форум. Православный форум. Вот это вот зашла, вот это я здесь сейчас, которое смотрел, что непонятно зачем человек этот зашел, Константин Михайлович. Я ему текст спрашиваю уже третий раз. Какой порядок? Запишите. Я прочитаю, время указываю, какое можно. Ничего нету? Нету ничего. Вот. Ну и раз нет ничего, то и ничего и нету. Ну а это наш видеоканал. Вот он, православный видеоканал открытым оком. Тут много. Сегодня я 12 роликов за ночь выставил. Тут все есть. И занятия, и беседы, и песнопения, и занятия по скайпу. Ну тут все есть, абсолютно все. Ну и у нас тут еще есть один ресурс, я сегодня его не вижу, сейчас я его подниму. Вот. Это называется православный библейский сайт. Вот я сейчас переведу его поближе туда. православный библейский сайт. Зачем? Тут вот на нем много очень всего, и он должен стоять за форумом. Я опять его потащил. все на месте стоит. Вот здесь ответы и все остальное. Дома сижу один. Ничего тут такого нет. Вечером пошел Володю встречать и говорил, ты с нашей улицы никуда не сходи, по ней иди. А он с другой. Я подумал, пойду дальше, а он здесь вывернется. И так и получилось. Он идет с поперечной улицы, я бы ушел, и там в проспекте зря стоял. А тут вечером Барабаш приехал, еще встретились. Ну, целый день сбрасывают на меня ролики, сасинистки, новый ролик. Ну, я их не смотрю. Что смотреть? Материалы свои дают туда один раз, где нас, если кто пожелает найти. И считают, которые отзывы, и все. Ну, понимаете, вот птицы к подобному седебе обращаются, а истина к тем, которые упражняются в ней. Этот человек неверующий, клянет там, собирает все. Ну, чужая блевотина, и они туда лезут и лакают ее на столе. Столы наполнены отвратительной и блевотиной. И тут вот показано, ТВ-24 была, приезжала. Ну, эти-то сказали бы из чего-то. Местные органы, да надо звонить, да говорить, да детей спасать, и то другое. А там, которые выступают, может быть, по десятку абортов у каждой. Вот. Эти, которые говорят, там, алименщики какие-нибудь, детей. Да родители говорят, да родители отдали, я за них отвечаю. Ни день, ни два, 45 лет, да еще два года сейчас в другом формате работаем. А это ничего нету. Ничего. Ну, надо же. Это новое поколение. Немыслимо даже. Хамье ужасное. Этот, выступает там, синистский, который хам из хамов. Ничего нету. И вот все подыскивается. Ну, и будет последний раз, где-то выйдет, и говорит, и все, сдохла собака, за хвост, за яму, ничего и нету. Это как в народе поговорка говорится. Помолился, я за него молюсь, и на этом все. Ему уже не вырваться теперь. На этом будет конец. Слава Богу. Братца Андрея Ткачева много сегодня скидывает. Там Щербанюк говорит.